Уже ровно месяц власти Арцаха публикуют пустые полки магазинов. Каждый раз эти пустые полки должны у нас вызывать ненависть к тем, кто устроил блокаду, и к тем бездарным миротворцам, которые являются никчемными и не обеспечивают безопасное передвижение по Лачинскому коридору. Однако пустые полки – это лицо трех руководителей Арцаха, которые каждый год обманывали диаспору и Армению, рассказывая о каком-то росте всей экономики Арцаха. А самое ужасное, что обманывали собственный народ – народ Арцаха. Последние 25 лет правительство Арцаха публиковало в газете «Азад Арцах» статистику роста экономики от 7 до 11,05% ежегодно рост сельского хозяйства и промышленности. Напомню, что до 2018 года Араик Арутюнян занимал пост премьер-министра Арцаха и лично был ответственен за сельское хозяйство. И, кстати говоря, есть люди в окружении Никола Пашиняна среди членов правительства и депутатов, которые лично защищали имя Араика Арутюняна и убеждали премьер-министра Никола Пашиняна в том, что Араик Арутюнян – прекрасная кандидатура на пост главы Арцаха. Николу Пашиняну рассказывали, что Араик – крутой хозяйственник и бизнесмен. Теперь мы призываем премьер-министра Армении спросить у адвокатов, в кавычках, Араика Арутюняна, нравится ли им позорные кадры из Арцаха, где мы видим пустые полки магазинов. В погоне за личной выгодой отдельные люди в команде Пашиняна рвали волосы на голове и утверждали, что Араик Арутюнян – золотой парень и не подведет. А что сделал Араик Арутюнян для сельского хозяйства Арцаха? Сколько заводов и фабрик в Арцахе по производству собственных товаров открылась за последние 34 года. Таким образом, за пустые полки в Арцахе ответственен не только бездарный Араик Арутюнян, который 10 лет был премьер-министром до прихода Никола Пашиняна к власти, но и те люди в окружении Пашиняна, которые ходатайствовали за Араик Арутюняна. А теперь давайте подумаем. Почему на полках нет ананасов, риса и креветок? Это, конечно, можно понять. Ясно, что ананасы не растут в Арцахе, и они могли закончиться. И никто не может требовать от власти Арцаха выращивать этот заморский продукт. Но полки не могут быть полностью пустыми. Как минимум 15-20% полок должны быть заставлены теми продуктами, которые легко произвести в самом Арцахе. Неужели беды и проблемы последних 34 лет не стали уроком для Араика, Бако и Вито Баласаняна? Впрочем, чего мы хотим теперь уже от уволенного Вито Баласаняна, который в 2014 году своего родственника Гайка перебросил в Европу, так как последний совершил очень нехорошие поступки в Арцахе, за которые вообще-то можно получить в Китае и Северной Корее смертную казнь. А вот теперь Хайк вернулся с Европы, и теперь родственник Виталия Баласаняна желает свергнуть Никола Пашняна. И после войны участвовал в попытках снести здание правительства и штурми госучреждений. Фотографии и видеокадры с участием Хайка, родственника Виталия Баласаняна, есть в наличии у блогеров и журналистов. Его присутствие доказано. Понятно, что таким как Виталий Баласанян и его родственникам 100 лет неинтересно было, чем заполняются прилавки магазинов. Но повторюсь, что есть товары, которых должно быть всегда много на прилавках. Итак, давайте подумаем, какие товары власть Арцаха обязана была производить и обеспечить ими полки магазинов. Начнем с самого банального – помидоры в своем соку. Неужели так трудно вырастить помидоры, томаты и закатать их в банки, выставив на прилавки? Чищенные баклажаны и помидоры. Овощной хуровац – это что-то невозможное, господа чиновники Арцаха? Чечевица. Мы не можем в райских погодных условиях выращивать чечевицу, чтобы женщины Арцаха могли сварить или пожарить эту крупу, накормив свою семью. Горох. Обычный горох, который растет легко и просто. Мы можем выращивать горох и завалить им магазины? Далее, виноградные листья для долмы. Каждая женщина круглый год готовит долму. Неужели в Арцахе не могут выпускать листья в банки и столько, чтобы ими тоже были завалены прилавки? Капуста, чеснок, лук и картофель. Разве эти сельхозкультуры мы должны закупать в Армении, Турции или Иране? Наш чернозем в Арцахе не позволяет выращивать в нужном количестве эти сельхозкультуры. В 1988 году карабахские лидеры кричали во все горло, что накормят и весь Арцах и матушку Армению. И что вышло? Что позорные министры и депутаты Арцаха не сумели обеспечить себя даже чесноком и закупают его в Иране и Армении. Свекла и морковь – элементарные овощи, которые используются в десятках блюд, салатах и супах. Если Бако Саакян и Аркадий Гукосян не смогли обеспечить свой регион морковкой, то зачем вообще жить на этом свете? Зачем позорить себя и с умным лицом выступать по телевизору? Нет, недосягаемая величина для руководства Арцаха – все это. Пшено. Видимо, пшено – это что-то из того, что можно выращивать только в космосе, но не на плодородной земле Арцаха. Далее – компот и варенье из кизила. Давайте не будем забывать, что леса Арцаха завалены сливой и кизилом. Мы, выходит, не можем весь Арцах обеспечить кизиловым вареньем и завалить ими полки магазинов? Баклажановая икра – еда, которая нравится многим. И выходит, что власти Арцаха не смогли полки своих магазинов завалить этим продуктом. Далее – кабачковая икра. Видимо, кабачки не способны расти в черноземе Арцаха. Соленые огурцы. Как жаль, что в парламенте Арцаха огурцов больше у микрофона, чем на прилавках магазинов. Дошап – продукт, который наши прадедушки и прабабушки веками производили и заваливали им магазины. Теперь его с огнем не сыщешь на прилавках Арцаха. Собственные вафли и печенье. Благо, зерна в Арцахе много. Почему арцахские власти не сумели наладить производство нескольких видов печенья в Арцахе? Это невозможно было сделать, чтобы дети Арцаха могли есть этот сладкий продукт? Но разве дети интересны властям Арцаха? Сыр, масло, творог, сметана и яйца. Их тоже нет на прилавках. Араик Арутюнян не знает, как обеспечить Арца куриными яйцами. Видимо, Араик Арутюнян за 34 года не прочитал в книжках, что яйца несут курицы. Яйца бывают белого и красного цвета, господин Араик Арутюнян. Они бывают маленькие и большие. Яйца, господин Арутюнян, состоят из белка и желтка. Курица может нести яйца каждый день или через день. Яйца, господин Араик Арутюнян, нужны женщинам для того, чтобы делать тенахаров и егутю. Вам надо знать, Араик Арутюнян, что можно было открыть несколько птиц и ферм, которые обеспечили бы регион яйцами. Такая же картина с мясом. Мясо говядины, мясо курицы, мясо кролика. А рыба? У нас целое сарцанское водохранилище с водой. Мы не смогли открыть несколько искусственных бассейнов и обеспечить рыбой население. У вас сотни рек и озер. Вам не стыдно, господа депутаты Арцаха? Минеральная вода? Мы ее тоже не можем производить в Арцахе? Халва? Мы не знаем, как производить халву? Мармелад? О, это вообще невозможно, наверное, производить в Арцахе. Ведь для этого нужны фрукты и желе. И еще десятки-десятки товаров. Все это, дорогие зрители и слушатели, грустно и ужасно. Нет никакой политики продовольственной безопасности. Например, в Армении при Николе Пашиняне с каждым годом производится все больше и больше отечественных продуктов. На данный момент правительство Пашиняна добилось того, что почти 45% продуктов в Армении – это свои отечественные товары. Правительство Пашиняна поставило задачу до 2028 года полностью обеспечить Армению своими товарами, обеспечить ее продовольственной безопасностью. Но в Арцахе знают только, как обвинять в своих бедах диаспору и власть Армении. Народ Арцаха должен спросить со своих депутатов и министров, чем они были заняты 34 года. Так как можно было за 34 года получать десятки и десятки миллиардов долларов и ничего не производить? Даже на 5% не смогли заполнить полки своими товарами. А где был Рубен Вартанян? Рубен Вартанян любил говорить, что по маме он Арцахский. Сколько раз во времена Кочаряна и Сержа вы, Рубен Вартанян, интересовались экономикой Арцаха и ее возможностями? Вы спрашивали, господа арцахцы, а что у вас в магазинах есть свое собственное? Эээ, Рубен, Рубен, на вашем столе и столе вашего пузатого главы парламента Товмасяна, судя по всему, изобилие и достаток. Это простой народ, как и всегда, будет голодать и страдать. Так было и так останется, видимо, на века. Народу Арцаха повезло землей, водой, солнцем и осадкой. Но кому это все нужно, если у власти люди без сердца, любви и мозгов? Автор выпуска Роман Багдасарян, вы смотрели январский выпуск в центре объектива.